Всем привет! С вами Евгений Соловьев, вы на канале Шкода Клуба Питер. Не так давно я снимал выпуск, когда готовился к автопутешествию, где я в интернет-магазине набрал определенные аксессуары для поездки и снял про них выпуск. И тогда в комментариях мне прилетело, Женя, давай аксессуары Шкоды, что ты нам там вот какие-то китайские вещи толкаешь? Мы хотим знать, что можно качественного купить у Шкоды. Я подумал, почему бы и нет? Вот, пошел, посмотрел каталог, а каталог просто огромный. Я на него оставлю, естественно, ссылку в описании, он просто гигантский. Там столько всего можно выбрать, это космос. Я для себя отобрал топ-10 аксессуаров Шкоды, которые интересны мне и наверняка будут интересны вам. Ну, естественно, я не могу снять такой выпуск без поддержки дилера, потому что, как вы понимаете, мне пришлось бы это все купить, а это уже довольно-таки дорогое удовольствие. Поэтому сегодня у нас выпуск вместе с группой компании Sigma. Спасибо им большое за то, что они поддержали канал, дали все эти аксессуары, предоставили для того, чтобы мы могли с вами на них посмотреть. И так как с дилером не можно просто так коммуникации, они говорят, давай мы еще дадим скидку твоим подписчикам, и еще мы подарим подарок одному из вас. Ну, про то, как получить скидку, про подарок, про все в конце ролика. А пока давайте посмотрим, что я отобрал. Я разбил для себя аксессуары на несколько групп. Первая группа – это то, что можно купить, ну, грубо говоря, за копейки, там, например, за 160 рублей. Представляете, у официального дилера есть реально очень классные штуки, которые можно купить очень-очень недорого. И это, кстати говоря, еще цена без скидки. Вторая группа аксессуаров – это то, что, как мне кажется, будет полезно в поездке. Отчасти оно перекликается с тем, что я снимал в предыдущем видео, но здесь вы уже имеете дело с аксессуарами оригинальными от Skoda. И третья группа аксессуаров – это какие-то уже дорогие вещи, а точнее, а узнаете все позже. Начнем мы выпуск самых недорогих, но действительно очень классных штучек. Например, вот это вот, знаете, что это такое? Это вот когда вы идете куда-нибудь там в Ашан, и вам нужно взять тележку, а чтобы взять тележку, нужно засунуть туда монетку, а монетки у вас под рукой нет. Так вот, есть такие вот ключики, которые вешаются в качестве брелка на ключе от квартиры, например, и вы можете их втыкать вместо монетки, брать тележку, и, во-первых, вам никогда не нужно думать о том, чтобы у вас была монетка, во-вторых, это стильно удобный аксессуар. Давайте откроем, посмотрим, как это выглядит. А выглядят они вот таким вот образом, причем их идет два в комплекте, то есть вы можете взять себе, супруги, ну и главное, эта вещь стоит очень дешево, это оригинальный аксессуар, на мой взгляд, это просто находка. Второй лот порадует владельцев нового Шкода Рапид, как вы знаете, и Корок. Как вы знаете, в Шкоде больше нет разъемов USB, теперь только USB Type-C, и все ругаются. А что это, как это вообще? А вы в курсе, что у официального дилера за 300 рублей есть вот такой вот переходник, оригинальный, от Шкоды? И когда вы покупаете такой автомобиль, я думаю, что вы можете совершенно спокойно договариваться с официальным дилером для того, чтобы вам его просто подарили. Ну, сами понимаете, 300 рублей при покупке автомобиля – это вообще смех, то есть его даже покупать не надо. И вы его втыкаете в USB Type-C, и пользуетесь своими гаджетами. Но это, конечно, в случае, если вы не хотите менять провода. Следующий аксессуар, который мне сегодня очень поможет, потому что на улице ветрено, действительно очень сильный ветер. Вы знаете, все мои любимые шутки, хотя это и не шутка вовсе, да, про то, как ласковый бриз залива нежно треплет арматуру. Ну, вот сегодня опять такая же погода. Есть вот такая штука от Шкоды, цена тоже на экране. Это ветровка. Это ветровка. Единственный ее минус – то, что вот она такая круглая, да, как теннисный мячик, то есть вы ее в карман вряд ли положите. Но если вы ходите, например, с рюкзаком или с сумкой, то класс, в любой момент… Ну, и, кстати говоря, его также можно подвесить, понятно, да, то есть на ту же самую сумку, ну, либо на джинсы, если вас не смущает ходить с таким шариком. Вы его откручиваете, открываете, и вот он, пожалуйста, дождевик-ветровик. Оригинальный от Шкоды. Я вам еще покажу его сегодня себе. Теперь, если помните, в предыдущем выпуске я купил за 200 рублей, по-моему, корзину для мусора. И вы говорите, зачем, зачем тебе вот это все китайское, когда есть оригинал? Да, есть оригинал. Вот она выглядит таким образом. Кстати говоря, из минусов той корзины – это то, что она бринчит, если вы не кладете туда действительно плотный пакет. То есть не вот такой целлофановый, а прям плотный. С этой вещью такого не будет. Изначально она шланг, сколько я знаю, для Шкоды Кодиака она там появилась, но мы сейчас попробуем, можно ли ее поставить на Шкоду Октавия. Что классно, что сразу идет с пакетами. В общем, там есть набор пакетов в комплекте. Мы ее вот сюда устанавливаем ближе к концу, потому что другое место не защелкивается. Здесь есть, если посмотрите, такой упор специальный, чтобы она никуда не делась. Все, то есть вот у вас корзинка для мусора. Туда можно все комфортно скидывать, ничего бринчать у вас не будет, потому что это оригинал. Соответственно, у вас здесь остается место под какие-то ваши вещи и под бутылку для воды. На мой взгляд, это вообще супер. Ну что, переходим к более интересным вещам. Тоже, кстати говоря, сейчас будет вещь очень недорогая, но очень полезная. Как вы знаете, в современных Шкодах, которые еще на нашем рынке пока что не представлены, например, Октавия А8, есть такая специальная горловина, которая позволяет комфортно, удобно заливать незамерзающую жидкость. То есть это какой-то новый виток Simple Clever. Так вот, для всех, у кого Шкода не такая, у Шкода есть специальная воронка, которую вы можете купить как аксессуар. Стоит тоже очень недорого. В запакованном виде она выглядит вот так вот. Давайте ее откроем и попробуем установить. Как видите, она устанавливается вместо штатной горловины. То есть штатную нам придется демонтировать. Дождик начался. Вы говорите, что новая Октавия почти 2 миллиона, это будет дорого. Пожалуйста, семерка, миллион 800. Все, дождик закончился, поэтому можно вернуться к съемке. Сейчас будем продолжать испытывать новую горловину Simple Clever. Так, но для того, чтобы нам ее установить, сначала нужно демонтировать штатную пробку. Сейчас мы с вами разберемся, как это делается. Потому что я этого никогда не делал. Просто аккуратно снимается, да. Просто сдергивается. Все, она больше не нужна. Теперь у нас будет новая, модная Simple Clever. Прямо в лучших традициях Шкоды. Она такая резиновая. Сейчас мы ее натянем. Раз. Сюда я беру канистру. И совершенно спокойно наливаю незамерзающую жидкость. Все, заправили. И назад. Она, по-моему, умывающая все-таки называется. Они не замерзающая. Какая разница? Так так называется по-всякому. Слушай, не знаю, я блогер, мне можно. Еще одна супер-классная штука. Уже более серьезная по цене. Как вы видите, даже по размеру коробки. Давайте попробуем ее откроем. Что у нас здесь прячется? У нас здесь прячется вот такой вот короб. И это не просто короб. То есть это именно для Octavia аксессуар. И он крепится вот сюда вот. На вот эти вот направляющие. То есть в Шкоде все продумано изначально. Мы его просто туда задвигаем. И все. И теперь, когда мы хотим туда что-то положить, какие-нибудь там, вот как у них нарисовано, какие-то продукты питания, яйца, помидоры, еще что-то. Раз, мы туда закинули. И все. Оно у нас там лежит. Очень удобно. Очень классно. И самое главное, что вам не нужно это мешать с какими-то другими вещами, которые лежат в багажнике. Вот прям я вот эту полку прям хочу. И, кстати говоря, здесь в комплекте еще и крепление. Для того, чтобы она у вас никуда не ездила. Но мы сейчас крепить не будем на них. Посмотрим пока просто таким вот образом. Поэтому, если вы гадали, зачем вот эти направляющие нужны, то секрет уже раскрыт. Следующий наш лот. Это вот такая вот штука. Уважающиеся дилеры ставят ее при продаже автомобиля, чтобы потом к ним не было вопросов. Но дилеры бывают разные. Поэтому очень рекомендую. Тоже стоит вообще недорого. А нужно для того, чтобы наклеить ее под задний номерной знак. Потому что, как вы знаете, в Октаве, когда закрываешь багажник, если ее нет, то происходит характерное блянцение. Именно номерного знака. Поэтому клеить эту штуку и про него забывайте. А вот сейчас мы узнаем, сигма клеит своим клиентам на своей тестовой машине или нет. Просто смотрим на звук. Все нормально клеит. А если бы не клеило, то когда у нас шло бы закрытие багажника, то номер бился бы об железо. Следующий наш лот – это вот такой вот аксессуар, который стоит 800 рублей примерно. Понятно, что в Ленте можно купить его раза в два дешевле. Но, опять же, это оригинальная вещь. Качественная, которая у вас там не развалится довольно-таки быстро. И это отличный подарок любителю марки Шкода. Вот такой вот стульчик. Шкода Моторспорт. Не просто так. Соответственно, раскладывается, разбирается очень быстро. Просто места вообще не занимает. Приехали на природу, достали, сели. И чувствуете себя японским самураем. Следующий лот у нас – это оригинальные багажники шкодовские. И, слушайте, помните, я выпуск снимал, если не помните, в правом верхнем углу, обычная ссылочка, про атлантовские. Так вот, атлантовские, к сожалению, полное барахло. А вот это вообще супер вещь. Сейчас я покажу вам все эти недостатки, которые были в атлантовских багажниках. Как здесь устраняются. То есть, во-первых, здесь нет никакого винта, который будет портить нам машину. Здесь есть такие вот штырьки, которые вот так вот аккуратненько вставляются в специальные отверстия. И тем самым мне не нужно ничего придумывать. Теперь мы обходим машину. Здесь открываем дверь. Точно так же втыкаем вот эти вот штырьки. И главное, потом ничего не надо закручивать. Никаких рисков вообще. То есть, вы просто защелкиваете вот так вот его. То же самое мы делаем с другой стороны. Все, багажник установлен. Представляете вообще скорость установки багажника? Вот чтобы поставить какие-нибудь там атлантовские багажники, ушло бы просто неимоверное количество времени. Ну и дальше, соответственно, мы берем просто заглушку. Вставляем ее. Я первый раз делаю это здесь. И, конечно же, раз. Все. И багажник у нас никто не украдет. А самое главное, не будут портиться резинки. То есть, да, они здесь отгибаются, когда мы закрываем дверь. Но они не будут изнашиваться, потому что нет болта, который в нее упирается. И это круто. Так, ставим второй багажник. Одно удовольствие. Вот, ребята, вот так вот вообще не напряжено. Когда мне надо поставить свой багажник или снять, я все время складываю очень много матов. Это очень долгое и неприятное занятие. Здесь же поставили, затянули. То же самое с другой стороны. Поставили, затянули. Все, багажники установлены. Блин, офигенно быстро. Просто я кайфую, вот серьезно. Я первый раз это делаю. Вот прямо сейчас на камеру. И просто класс. Воткнули, повернули, вытащили. Воткнули. Повернули. Вставили. Повернули, вытащили. Все. Но у нас же еще есть бокс. Сейчас мы его принесем и установим. Весит он, по-моему, килограмм 20-30. Ну, в общем, он тяжелый реально. То есть это занятие такое себе. Помните, реклама такая была? Ригли, спермен, гам, гам, гам. Ригли, спермен, гам, гам, гам. Вот такие вот полозья у нас, чтобы все крепилось надежно. На каждой внутри по два барашка. Поэтому с этим боксом вообще ничего не должно случиться. Выглядит все более чем надежно. Так, снимаем дальние крепления. Что мы делаем? Вот эти крепления сразу заводим туда, и на них будем накидывать багажник. Это будет значительно проще, чем если я буду изображать себя культуриста. Их, в общем-то, еще круче лайфхак. Их можно с этой стороны сразу заводить. И все. И тогда вам не придется бегать вокруг машины, как я это сейчас делаю. Так. Рекомендую крайне. Это делать вдвоем. Вот. Эти крепления мы можем прямо сюда загнать. И вот так-то они туда заезжают. Вот. Теперь пойдем в сторону. И наденем его на те крепления, которые с этой стороны. В общем-то, в любые удобные для нас отверстия, которые позволят нам сделать так, чтобы он ехал ровно, не криво. Соответственно, это вот эти вот. Раз. И на ту сторону отправляем его, потому что открывается он с той стороны. Ну вот и все, друзья. Все, что нам осталось сделать, это открыть бокс. Встать на порог автомобиля. И закрутить на место вот эти вот барашки. И у нас будет установленный бокс. Насколько удобно, давайте посмотрим, насколько вообще удобно в Октавии в него залезать. Вот я его открыл. Сбоку я что-то могу вот отсюда взять. Да, если я хочу глубже, то хочу того или нет, мне придется вставать на порог. Но встав на порог, в принципе, на передний, на задний я могу дотянуться до чего угодно. Что у меня есть, лыжи лежат, еще что-то. Ну и точно так же отсюда закручиваются барашки. Я не буду этого делать. Потому что сейчас-то не имеет смысла. Вот как все выглядит внутри. Вот наши барашки, которые были. Вот куда ставятся другие барашки. Ну и бокс достаточно вместительный. Все, то есть любые палатки, сноуборды, лыжи. Все у вас здесь поместится. Да, вот есть крепления специальные для того, чтобы крепить лыжи. Вот они там убраны. Сейчас пакет. И я так понимаю, что они цепляются вот за эти вот отверстия. На сайте есть несколько видов боксов. В общем-то, как я понял, они особо ничем не отличаются. Просто называются по-разному. Обещанные бонусы от группы компании Sigma. Во-первых, для всех 15% скидка на любые аксессуары. Не только на те, которые я показал. Полный каталог у нас в описании. Причем вы можете их купить как в Sigma на энергетиках, Sigma Service. Sigma Василий-Островский на Васильевском острове. А также вы можете купить их онлайн и договориться вам их отправить по почте. В общем-то, в любое место, куда вы хотите. Для этого достаточно менеджеру сообщить промокод skoda-piter, который вот здесь вот написан. И 15% ваши. Но это еще не все. Sigma заготовила для вас подарок. Это вот такой вот рюкзак-сумка, который сделан совместно со Skoda и Heli Hansen. Его можно носить как рюкзак. Можно снять и носить как сумку куда-нибудь в спортзал. Либо куда вы хотите путешествовать. Все, лямочки аккуратно складываются, чтобы не мешали. Вот такая вот сумка стоит, по-моему, 8,5 тысяч рублей. Достанется одному из тех, кто по промокоду skoda-piter купит любой аксессуар, включая переходник за 160 рублей или еще что-то. в Sigma Service. Либо Sigma Vesle Ostrowski. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. С вами был Евгений Соловьев. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok